Здравствуйте! В эфире программа «Город. Действующие лица». Меня зовут Алексей Шлипов. Сегодня мы с вами поговорим о воспитании, о воспитании наших детей, о воспитании подрастающего поколения. Да, каждый родитель сам определяет, когда нужно ребенка похвалить, а когда его можно немного пожурить. Поэтому в семейное воспитание мы сегодня вдаваться не будем. Мы сегодня поговорим о том, как государство может повлиять на подрастающее поколение. И о тех людях, которые в силу своих профессиональных обязанностей так или иначе влияют на воспитание наших с вами детей. И гости нашей программы – это те люди, которые профессионально сталкиваются в той или иной мере с детьми или с подростками, которые, если хотите, требуют особого отношения или особого внимания государству. Итак, гости нашей сегодняшней программы – это доктор социологических наук, проректор Кубанского государственного университета Тимир Хагуров и Анна Таганова, начальник кафедры психологии и педагогики Краснодарского университета МВД России. Здравствуйте. Ну, наверное, Анна Александровна, к вам первый вопрос. Вопрос, как бы это правильно сказать, обучение сотрудников, которые дальше будут работать с детьми, с несовершеннолетними, так называемых инспекторов ПДН, она отличается от того, что вы преподаете тем, кто будет, я не знаю, там, работать в ППС, в ДПС, не знаю, там, в ГАИ или где-то в уголовном розыске? Ну, конечно, отличается. Но если посмотреть на пять лет обучения, примерно два с половиной года тратится на дисциплины педагогического цикла, психологического цикла, начиная от основ педагогики, специальной педагогики, психологические особенности в работе с несовершеннолетними, либо психология девиантного поведения отличается в корне. Тогда, если говорить о работе с подростками, если говорить о работе с подростками через какой-то промежуток времени, вот эта вот профессиональная деформация, о которой много говорят, да, в разных областях, неважно, это там правоохранительная система или там, я не знаю, те же самые моряки, да, которые говорят, там, я не знаю, компас, а не компас и так далее. Вот когда она происходит, это можно как-то вот заметить? Ну, профессиональная деформация не только у сотрудников полиции. Нет, я сейчас, я с самого начала, да, говорил о том, что происходит в разных областях. Ну, она в любом случае происходит. Как она происходит, это зависит не только от твоей профессии, но и от тебя лично. Заметить эту профессиональную деформацию возможно, и чаще всего эту профессиональную деформацию замечают близкие люди тебе. Как она может быть, как положительно сказываться на дальнейшей деятельности, так и отрицательно. А уж как она будет протекать, ну, это, наверное, как видят специалисты, как психологи. Тимур Ачичевич, ну вот, да, я не буду скрывать, да, что поводом для нашей сегодняшней встречи, для нашего сегодняшнего разговора, который, я вполне допускаю, может там продлиться не одну программу, а две программы, связано с тем, что предлагают, скажем так, смягчить наказание для несовершеннолетних на уровне федерации. Сейчас, на ваш взгляд, вы как человек, который занимается девиантным поведением среди подростков, это назрела необходимость, или, скажем так, это некий популизм со стороны отдельных депутатов Государственной Думы? Ну, вы знаете, я думаю... Нет, я прошу прощения, опять же, перебиваю. Насколько мы сурово наказываем наших с вами детей? Ну, понимаете как, мы их наказываем соответствующе с действующим законодательством. У нас возраст, то есть, начало уголовной ответственности 14 лет. С моей точки зрения, какого-либо ужесточения или, напротив, смягчения здесь не требуется. В законе достаточно четко прописаны нормы совершения тяжких или менее тяжких преступлений, значит, и соответствующие принципы наказания за них. Наверное, эта дискуссия, знаете, отражение такой общей растерянности, которая захватывает и общество, и экспертов, ну, в том числе, в связи вот с последними инцидентами, громкими произошедшими в школах. То есть, мы видим, как в нашу реальность переносится вот та практика насилия среди несовершеннолетних, которая, ну, какое-то время назад воспринималась, как заморская экзотика. Мы слышали, что в школах США периодически стреляют, но помыслить, что у нас может происходить подобного, не могли. Вот эта растерянность, наверное, вызывает разные попытки разных решений, и вот с одним из них мы имеем дело. Ну, тогда, наверное, к вам в большей степени вопрос. С одной стороны, да, это такое некое заморское ноу-хау, если хотите, да, то есть, это вот такое заморское веяние, стрельба в школах, но и поэтому, может быть, мы начали об этом сейчас говорить, о том, что вот нужно либо ужесточать, либо там смягчать меры наказания. Но ведь, с другой стороны, детская жестокость, раз, интернет, два, и разговоры о том, что нужно понизить вот этот вот порог ответственности с 14, может быть, там, до 10, даже до 10 лет, ведется давно. На ваш взгляд, 14 – это оптимальный возраст или все-таки нужно понижать? Сейчас дети, многие, взрослеют быстрее. Вы знаете, я вам скажу одно. Вы говорите, что детская жестокость, да? Я вам отвечу напоминанием фильма «Чучело». Тогда разве не было жестокости? Вы говорите, что интернет, я вам скажу, что интернет – это уже часть жизни, и мы не сможем его запретить, его ограничить, но мы, как взрослые, должны научиться жить с нашими детьми в этой реальности. Вопрос в чем? Вопрос всех детей под одну гребенку, говоря о жесткости или о воспитании. Но наше законодательство предусматривает не только ответственность, но и суд. А на суде, на следствии разбираются мотивы совершения, да, характеристики. Есть такое понятие, как экспертизы. Когда в каждом индивидуальном случае разбираются, в чем дело, почему это произошло. Поэтому, ну, сказать о том, что это, вот, к сожалению, такие случаи, которые сейчас происходят у нас в России, особенно конец 2017 года, 2018, он просто бумом прошелся. Сказать, что это мода заморская, я бы так не сказала. На самом деле, эта проблема у нас существует, ну, года уже, наверное, с 2014. Просто не всегда она демонстрировалась общественности. Хорошо, тогда, если говорить о поведении, о девиантном поведении, то есть о поведении, которое выбивается из нормы. Современные дети становятся более жестокими или менее жестокими. Я сейчас, ну, давайте возьмем период, ну, последние лет, наверное, 10-15, может быть, 20. Ну, наверное, можно говорить о каком-то нарастании жестокости. Да, да. Вот Анна Александровна совершенно справедлива говорит, что эта проблема, она возникла не сегодня. Несколько лет назад по Центральным каналам несколько случаев обсуждалось, значит, когда девочки-подростки избивали подружек, снимали это на видео и выкладывали в сеть. И основной мотив это заработать как можно больше лайков. Вот проблема в чем, когда мы говорим о девиантном поведении подростков, сами критерии нормы становятся все более и более размытыми. Подростки слышат от родителей одно, от учителей что-то похожее, а информационная реальность, в которой они живут, совершенно другие нормативные образцы им представляет. В том числе образцы, в которых жестокость для самоутверждения является нормативным и даже желательным поведением. И отсюда вот эти вот соответствующие поведенческие проявления. Ну плюс, наверное, здесь может быть Анне Александровне приадресовать, мне кажется, что определенные проявления этой жестокости связаны с какими-то такими компенсационными вещами. То есть это некая реакция на одиночество, на непризнанность, на какую-то виртуальную депривацию в информационной среде. Ну тогда вот вы вспомнили фильм «Чучело». Я помню, когда этот фильм вышел на экраны. Я был подростком. И это было, а, событие, и, б, фильм мы посмотрели всем классом. И мы потом еще, ну, наверное, я не знаю, там, как минимум полгода, так или иначе, обсуждали там на классных часах или где-то еще. И тогда это было все-таки событие. А сейчас это норма. Мне кажется, это не очень нормально. И в этой ситуации говорить о гуманизации ответственности подростков, ну, мне кажется, как минимум не совсем хорошо. Или я ошибаюсь? Ну, я не думаю, что это норма. И в интернет-сообществе те же подростки, они обсуждают все случаи. И случаи, которые были в Подмосковье, да, и многие другие случаи. Вопрос в том, что, когда вы обсуждали фильм «Чучело», я думаю, с вами рядом находились взрослые, которые помогали вам это обсуждать. Ну, как минимум, да. Как минимум. А в данном случае, я думаю, не всегда рядом находятся взрослые, которые обсудят с ребенком эту проблему. Да, иногда, к сожалению, мы не можем обсудить, потому что у детей… Вместе с ним, мы психологи или мы взрослые? Мы взрослые вообще, в принципе. Мы взрослые, как родитель, мы взрослые, как учитель, как старший товарищ. Потому что зачастую они не приходят к нам, да, спросить. А мы, к сожалению, иногда не спрашиваем сами у детей. Они обсуждают это в своих социальных сетях, группах. Но все равно обсуждение есть. Единственное, что, к сожалению, когда мы смотрим на ресурс интернета, вот, например, я представлю, что я подросток, да. Я зашла в интернет, я смотрю на сайты, я смотрю YouTube, и я только вижу факты. Но я не вижу то, какую ответственность потом эти ребята понесли. Вот это вот очень важная вещь. Опять же, это, скорее всего, больше связано еще с информированием, с полем информации. Хорошо. Давайте вот как сделаем. Сейчас посмотрим рекламу, и вот потом, после рекламы, мы начнем вот с того, что, почему есть видео, а реакции на видео нет. Хорошо? Реклама на нашем канале. Мы продолжаем нашу программу. Еще раз хочу вам напомнить, мы сегодня говорим о наших детях, мы сегодня говорим о наказании наших детей. Ну, вот тогда, ну, наверное, опять же, Анна Александровна, к вам в большей степени этот вопрос. Мы заканчивали первую часть программы. На том, что, да, в интернете присутствует совершение некого поступка, но не присутствуют последствий этого поступка, да, или, там, обсуждения. Но если мы говорим о том, что интернет – это вот та самая вещь, которая очень четко, очень быстро отвечает на запрос общества, значит, получается, что нету запроса на некую релаксацию, да, на послесловие, на послепоступие. Значит, этого не хотят видеть ни подростки, ни родители. Ну, конечно, зачем обществу смотреть на последствия, задумываться? Интересно что? Интересно шоу, интересно действие. А остальные последствия этому действию, уголовной какие-то ответственности, это никого не интересует. Поэтому задача, наверное, тех же учителей, воспитателей и уже государства показывать эту ответственность. Ведь интернет, по большому счету, это не, скажем, беспорядочная, да, система. Есть официальные сайты, есть официальные форумы обсуждения. Но, а то, что запроса нет, да, нет, потому что, как всегда, общество, как говорится, кровожадное и любит шоу. Тогда, если говорить, ну, не знаю, наверняка ведь вы общаетесь там со студентами, со школьниками и так далее. Им интересно последствия? Что может быть потом, после того, как ты совершил то или иное действие? Опять же, я могу говорить о собственном поколении. Для моего поколения последствия были очень важны. Я наверняка и для вашего. Знаете, нет, им последствия неинтересны. И вот с точки зрения социолога это отражение вообще такого культурного сдвига. Идея ответственности уходит вообще вот из культурных норм, которые регулируют. Из некой парадигмы поведения. Да, вообще мировоззрение и прочее. То есть, вот современное общество, общество потребления не любит саму идею ответственности. Причем проявляется это, ну, с мелочей. От, скажем, возможности взять кредит, который ты потом не сможешь выплатить, до, там, создания семьи, воспитания детей, и в том числе совершения, ну, потенциально криминальных деяний. Вот. Медиаиндустрия активно эту идею освобождения от ответственности продвигает. Но и не только она. Вот. Вот что-то вроде, знаете, такого счастливого дитя, которое не ведает, что творит. Вот это такая инфантилизация сознания и поведения, она вот одна из характерных черт эпохи. Ну, тогда получается, я вернусь в начало нашей с вами программы, в начало нашей с вами беседы. Вот эта вот гуманизация законодательства в отношении подростков, она как раз вкладывается в то, о чем вы говорили сейчас? Ну, еще раз, я думаю, что сама идея гуманизации возникла как некая альтернативная идея усиления наказания. То есть, скорее всего, там несколько, значит, рецептов, так сказать, предлагается, и они обсуждаются. О том, что нужно воспитывать, и что главный ресурс — это воспитание. С этим, ну, наверное, ни педагоги, ни психологи, ни вообще работники образования спорить не будут. Это, конечно, так. Ну, это воспитание, конечно, должно предполагать и определенные последствия, и наказание. Не обязательно это наказание правовое, но то, что последствия наступают, и за свои поступки нужно отвечать, это вот та идея, которую жизненно необходимо нужно донести до подростков, до детей. — Хорошо, тогда, если позволите, по отношению к вашим студентам. Совершенно ведь понятно, да, что те молодые люди, которые приходят к вам на обучение, они так или иначе представляют тот или иной срез общества. Вот, я не знаю, обсуждали вы это с ними или не обсуждали, они как реагируют? Те люди, которые потом будут воспитывать, в том числе, как инспекторы ПДН, да, наших с вами детей, они как к этому относятся? Нужна ли некая гуманизация, да? Нужно ли некое смягчение или нет? — Вы знаете, ну, когда они приходят на первый курс, когда они читают теорию, закон, сталкиваются с такими случаями, они, конечно, кричат о том, что нужно как бы гуманизировать. — Вот именно кричат? — Да, кричат, кричат о том, но, опять же, не забывая то, что кто к нам приходит на первом курсе, это те же самые подростки, которые также в интернете, которые обсуждали раньше эти случаи, но на уровне, как бы, друзей. А когда они входят уже после первого курса в практику, второй, третий курс, когда они непосредственно общаются, рассматривают конкретные ситуации, рассматриваем. Я вам скажу, по крайней мере, на моих занятиях, каждый случай, который происходит у нас сейчас в России, мы, ну, рассматриваем его по полной программе. Тогда они говорят, что нет, они говорят о том, что база закона, она совершенно в данной ситуации. Но важно не что, а важно как. Если мы говорим о профилактике, то главное, как эта профилактика. И то же самое по закону сотрудник ПДН должен вести профилактическую работу. И вот тут они говорят о том, как. И говорят о том, что должен индивидуальный подход быть. И, соответственно, уже в конце концов, ну, они, вы знаете, они не осуждают этих подростков. Не осуждают. Но они, по крайней мере, простраивают модели того, как можно изменить их жизнь. Хорошо, тогда, если вы позволите, Тимир Адетевич, насколько сильно по вашим и ощущениям, да, и по вашим знаниям меняется поведение и осознание жизни у человека, у подростка или там у молодого человека, давайте так скажем, до того, как он становится родителем, и после того, как он становится родителем, насколько это вот, ну, серьезный перелом происходит. Или в современном обществе нет? Вы знаете, у меня впечатление, что сегодня этот перелом в значительной степени сглажен. И, может быть, особенно он сглажен у юношей. Вот у девушек как-то это большая разница. Да, вот знаете, социологический такой взгляд, он вообще показывает, что сегодня мы во всем мире, потому что западные коллеги об этом же говорят, у нас это наблюдается, имеем дело, ну, с неким кризисом мужественности и мужских моделей поведения. И в первую очередь такой составляющей этих моделей поведения, как ответственность. Вот. Типичная картина, то есть, вот даже, ну, по нашим студентам, там, старших курсов или магистратуры, аспирантуры, то есть, как правило, это девушка, которая совмещает работу с учебой, у нее есть очень часто гражданский муж, который, значит, играет в компьютерные игры, потому что в Краснодаре нет работы, он не может себя реализовать. При рождении детей основная доля ответственности больше, чем в половине случаев падает на девушку, а, ну, так сказать, юноша, здесь некую ведомую позицию. И здесь, знаете, вот вообще, если говорить, то мне кажется, вот этот перелом ответственности, он сегодня в большей степени свойственен студентам ведомственных вузов. Вот я наблюдаю курсантов университета МВД или других, значит, ну, вот силовых вузов. Вот маленький пример. В прошлом году я возил краевую команду на Олимпиаду по обществознанию в Пермь, и мы жили в кадетском корпусе, где живут такие же школьники, ну, значит, ну, кадеты. Ну, только при погонах. Да, при погонах. Так вот, система воспитания. Нам один эпизод такой впечатляющий рассказали. Пятеро кадетов были застегнуты курящими. Курить категорически запрещено. Трое были отчислены из кадетского корпуса немедленно, а двоих рота взяла на поруки. Ну, вот класс, гняня. Значит, ну, на мой гуманитарный взгляд, ну, что значит взяли на поруки? Ну, пообещали, что они будут этого не делать. На что воспитатель говорит, нет, это не так просто. Месяц взвод ходил без погон, месяц нес наряды вне очереди по кухне, и эти два мальчишки, они понимали, что вот за них сейчас страдают их товарищи. Это означает взять на поруки. И они уже, конечно, больше сигарету не возьмут и так далее. Вот пример ответственности, связанной с искуплением проступка и так далее. В ведомственных вузах на это есть ресурс, и он нормативно определен. В гражданских вузах его сегодня, к сожалению, нет. Ну, и в других учреждениях тоже. Вот в связи с вашим ответом на мой предыдущий вопрос, у меня возникло, ну, вот еще две, если позволите, параллельные темы. И вот теперь я точно понимаю, что у нас будет еще с вами вторая программа, поэтому сейчас мы начнем эти две параллельные темы, а дальше будем продолжать. Вы упомянули такое понятие, как гражданский брак. Сейчас очень много ведь обсуждают еще о том, что вот нужно приравнять гражданский брак к официальному, или не нужно это. Вроде как сейчас в Госдуме это все дело отклонило. Вот если приравнять гражданский брак к официальному, это как-то, опять же, к вам, наверное, обоим, как к психологам, это повысит ответственность, ну, вот тех самых молодых людей или нет? И это как-то изменит отношение подрастающего поколения вообще к будущей жизни? Мне сложно сказать. Мне кажется, понизит ответственность. Потому что, ну, что такое сегодня официальный брак? Это вступая в него, я перед законом, перед обществом беру на себя, опять же, определенную меру ответственности. А когда я, так сказать, просто живу, ну, я живу, завтра могу не жить. Там много любопытно, вот я думаю, Анна Александровна прокомментирует, может быть, более глубоко, но вот то, что общеизвестно, например, женщины и мужчины, состоящие в гражданском браке, воспринимают его по-разному. Мужчины в анкетах указывают, что они не женаты, а женщины указывают, что они замужем. Опять же, к разговору об ответственности. Вы знаете, вот все-таки есть понятие традиции. Вот забывая про наши традиции, мы, наверное, как-то растворяемся. Если вот чуть-чуть я отойду от брака, да, вот в сторону подростков, вот когда рассматривала тематику суицидов, агрессии. Почему я это делаю? Потому что я не знаю, что такое смерть. Мне легко сброситься с крыши, потому что я из 15 лет жизни, 10 лет играл в компьютерную игру, в которой происходит как бы обновление. Мои родители обо мне заботятся. Они не ведут меня на похороны, когда убирают бабушки и дедушки. Мы не соблюдаем традиции. То есть, понимаете, это пример того, что традиция может повлиять на дальнейшее развитие общества. Есть традиция брак. Брак государственный, да, брак церковный. К этим бракам есть определенные требования. Церковный брак, он иногда невозможен, находясь в государственном браке. Но это традиция, это ценность, это границы. И, по крайней мере, это жесткость границ семьи, норм и правил. И я считаю, ну это мое мнение как психолога и как женщины, но я считаю, что все-таки не стоит приравнивать гражданские браки к официальным государственным или тем же самым церковным. Хорошо, в этом месте мы сделаем паузу. Мне нужно сейчас попрощаться с нашими зрителями, но завтра в нашем эфире мы с вами этот разговор продолжим. Я имею в виду завтра для наших зрителей, а мы с вами в студии остаемся. Итак, уважаемые телезрители, сейчас мы делаем паузу, но завтра вы можете включить телевизор, и мы продолжим этот самый разговор. На сегодня это все, увидимся в следующий раз. Спонсор программы – кредитно-потребительский кооператив «Сберегательный союз». 8 800 5 977 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok